здрасте ребята я извиняюсь что опоздал немножко сегодня на вебинар потому что пробки пока доехал из киева себе в село это то пришлось немножечко задержаться в пробках полтора часа ехал в пробках ничего сделать не смог с этим как всегда по пятницам эзотерика по пятницам отвечает на ваши вопросы андрей дуйко хочу напомнить что я являюсь руководителем эзотерического направления который называется школой кайлас которая делает людей естественно после обучения в школе счастливыми и одно из эзотерических качеств которые обретают человек в ходе обучения моей школы это возможность ощущать части накопления психической энергии как следствие невероятное великолепно и яркое везение жизни и наслаждение ею ой спасибо а у меня холодно поэтому я одену если замерзну одену спасибо сынок одену свитер и так сегодня конечно же отвечу на ваши вопросы но перед этим хочу сказать что у нас акция это минус 30 процентов на все виды товара моих компаний которые называются мизонья и вторая компания называется тибетская формула по ссылке которую вы сейчас видите на экране вот с этой стороны вы можете перейти на мои или вы мои компании и приобрести продукты это косметические препараты которые помогут вам сделать или омолодить вашу кожу лица стать более молодыми и красивыми также восстановить волосы а также витаминные минеральные комплексы лекарственные биологически активные добавки сделанные на основе рецептов созданные из экстрактов лекарственных растений в компании тибетская формула мы переименовали вернее я переименовал компанию тибетская формула для удобства и сейчас перейти в компанию тибетскую формулу можно еще легче для этого просто необходимо набрать в поисковике т.ф.юа и мизонья компания это для того чтобы перейти в эту компанию необходимо набрать мизонья . ком очень интересные компании поддерживайте украинского производителя поддерживаю украинского производителя вы автоматически поддерживаете тех людей которые нуждаются в помощи так как мы очень активно занимаемся помощью тем людям которые нуждаются в этом поэтому стараемся быть полезными а вы в этом участвуете и так он алла конева все для перемоги а на коню шановный читлю андрей андреевич и ваша ученица пить к джит будь ласка счет это такая людина директор так знущается над моим сыном чего она хочет сын так любить детей вон и его заход и все идут до вся проблема вашего ребенка заключается в том что он хочет любви дело в том что он пытается объяснить вам что он нуждается в любви дело в том что если допустим со мной что-то происходит директор там придирается или еще что-то происходит то обычно я этого никому никогда не говорю и не говорил никогда в жизни почему я как бы скорпион и нацелен был на то чтобы быть постоянно ощущать эту любовь по отношению к себе мой отец когда я был маленький научил меня нескольким словам он сказал когда то что кому я не нравлюсь у того нет вкуса потом он сказал что как бы ты не хотел все равно найдутся люди которые будут тебя любить и так далее и будучи таким склада характера я никогда не добиваюсь чьей-то любви потому что я и так верю что высшие силы меня обожают и но у не у всех людей есть вот такое состояние очень часто для мужчины важна поддержка мужчина который живет или проживает в этой жизни в силу того что очень тяжелые состояния очень тяжелая работа очень тяжело приходится выживать очень тяжелое время война в стране это приводит к тому что человек истощает себя конечно же претензии близких отсутствие может быть внимание выживание там там жена и так далее и у него остается мама которая является самой близкой самой любимой самой родной самой дорогой и так далее ведь сами разберитесь зачем ему жаловаться на директора вам вы же изменить не можете этого ничего тогда зачем он или для чего он это делает он хочет чтобы вы его пожалели сделайте это на самом деле он все равно не уйдет с этой работам все равно будет там работать и директором не изменит и вы ничего от того что будете знать почему да что тоже никак не поменяете и сына своего вы не измените а вот изменить отношения ваши и дать ему именно того что он хочет можете поэтому каждый день когда он будет вам звонить говорите ты мой зайчик я тебя так люблю ты очень дорогой для меня человек ничего страшного ты справишься ты сильный мы тебя все обожаем дети тебя любят твоя жена любит я тебя обожаю говорите ему эти слова для многих мужчин это самые важные слова в жизни они в этом нуждаются иногда люди думают что жизнь человека она связана с какими-то миссиями то есть мужчина в семье должен зарабатывать женщина в семье должна смотреть за детьми а мама еще что-то должна в целом я хочу сказать вам что единственное что хотят люди в жизни живущие на планете земля от рождения и до самой своей смерти это исключительно проявление по отношению к ним любви любви близких внутренней любви по отношению к себе и доказательства своего превосходства почему им эту любовь не необходимо дарить а также это любовь тех людей которые рядом с ними находится а также как ни странно любви высших сил по отношению к себе которая проявляется в виде везения так человек ищет любви всю свою жизнь наша душа она родили родилась или отделилась от бога с которой она была соединена после чего стала частью нашей души для нашей души естественно чтобы ее обожали любили как бога но мы с к сожалению не можем этого ощущать и одна из миссий наших жизненных заключается в том что мы постоянно стремимся найти эту любовь найти любовь к себе найти любовь других по отношению к себе проявить свою любовь чтобы она кому-либо нужно было проявить или почувствовать божественную любовь найти какие-то коммуникации с высшими силами для чего чтобы подтвердить что они хорошо к нам относятся и что мы хоть кому-то в этой жизни нужны в этом наверное смысл нашей жизни ощутить осознать получить и чувствовать чью-то поддержку чью-то любовь вы мама поэтому в ваших силах такую любовь проявлять как эзотерически проявляется любовь я часто это говорю вот смотрите была в моей жизни история один раз ко мне позвонила моя ну даже не так меня с сестрой родной была история она говорит у меня двое сыновей один сын старшая другой сын младший этот который старший он немного агрессивный импульсивный компульсивный немного такой биполярные можно назвать то есть его быстро настроение изменяется сын вырос никого слушать не хочет маме огрызается хамит материться плохо к семье относится все время попадает в истории ну почему потому что чем больше человек проявляет агрессии тем больше он на темной стороне чем больше ненависти тем сильнее будут бить почему ну помните я говорил что гавкающую собаку обычно наказывает мир поэтому чем больше человек сквернословит чем больше ненавидит чем больше он проявляет агрессию тем сильнее жизнь его наказывается вранье хитрости сквернословия ложь и самое страшное это проявление ненависти обычно очень наказуемой высшие силы за это наказывать и вот она ко мне обратилась и говорит один сын прямо любчик тепленький хороший и так далее а второе ругается нервничает психует постоянно чуть ли не посылает меня я уже пробовала его и так самого детства и я пробовала все уже все испытания и наказывала и поощряла и восхищаюсь и удивляюсь и так далее андрей ты же занимаешься эзотерикой ну дай мне какой-нибудь метод такой чтобы вот не нужно было что-то представлять или еще что-то делать помоги мне каким-либо образом справиться с моим ребенком помоги мне я этот метод даю в эзотерической школе кайлас на первой ступени к сожалению все его или большинство людей ну так тоже нельзя говорить но некоторые его не замечают пропускают из-за того что он кажется таким нелепым и смешным но я очень рекомендую вам обратить на него внимание в дальнейшем в своей жизни его использовать если у вас есть ребенок который вас не слышит который относится к вам плохо сын который вырос которому может быть уже 40 или даже 50 ну что там говорить даже 70 потому что у нас часто бывают люди которым уже за взрослый возраст то есть за больше чем взрослый возраст знаете есть дети это до 45 и потом начинается уже подростки после 60 начинается зрелый возраст это я так для себя опять-таки хочу сказать что это моя юмористическая классификация возрастов она никак не связана с медицинскими характеристиками и так в чем же заключается данная методика она невероятно проста мама со своим ребенком обычно связано одной нитью такая одна нить эта нить которой кормится ребенок в тот момент когда он вынашивается матерью у нас есть нить физическая которая связывает пупка с мамой пупком с мамой и нить которая называется душевная которая связывает маму со своим ребенком через элемент ее души как известно эзотерически душа находится в груди у человека отвечает за чувства осознание является духом то есть нашим сознанием мы думаем а чувствами душой чувствуем это так как бы разделяет душу и дух в нашем теле эзотерика и когда человек живет духом своим он осознает свой мир или свою жизнь думает духом а душой чувствует и когда мама вынашивает своего ребенка очень часто они между собой соединены одним общим духом божьим духом и мама вот это соединение ли такую нить после рождения ребенка никогда с ним не теряет в отличие от папы и мама такая имеет силы влиять на такого ребенка имеет силы влиять на него энергетически каким образом это необходимо делать научу вас сейчас все очень легко попробуйте сесть и вспомнить каким ребенок был у вас хорошим когда он только родился он был хорошим ну наверно он был хорошим у вас много событий было приятных но пока он еще не вырос и не превратился в того поросенка которым он сейчас является он же был хорошим то есть вы его вынашивали вспомните его маленькие ручки вспомните его ножки вспомните глазки как вы его кормили грудью вспомните как вы его купали на ручках держали ведь можно ведь это вспомнить все в тот момент когда у вас возникнут эти воспоминания попробуйте ощутить вот это тепло которое связывает вас и этого человека ли это существо откиньте от себя претензии недовольство и все остальное что накопилось на протяжении в жизни в дальнейшем постарайтесь ощутить вот это состояние которое у вас возникло между вами и вашим ребенком в тот момент когда воспоминания вас накрыли и запомните это чувство у некоторых она может накатывать слезы у других может быть просто теплое чувство но и идентифицируете его ощутите его и запомните как она выглядит после чего каждый день ощущаете это когда вы общаетесь или коммуницируете или думаете об этом человеке подумали о сыне подумали об этом чувстве говорите по телефону подумайте об этом чувстве что-либо делаете чувствуйте это это мега абсолютно фантастический метод потому что когда вы будете это чувствовать то вы включите очищение кармы этого человека очищение кармы этого ребенка материнская любовь проявленная таким образом виде чувств без слов возможно и может полностью тотально изменить судьбу такому ребенку она может изменить судьбу ребенку он может стать лучше алкоголик бросить пить тот кто ругается вновь начнет но самое приятное это хорошее и теплое отношение по отношению к вам в дальнейшем это теплое отношение но разовьется вы его будете ощущать обратилась женщина и говорит андрей андреевич у меня один ребенок взрослый а другой ребенок которого который со мной он у меня от другого супруга и тот который от первого супруга я срываюсь и его ненавижу как мне можно это перебороть и не могу с собой никак справиться да это тоже так бывает очень часто допустим рот вашего мужа первого не сошелся энергетически с родом вашим потому что в эзотерике есть понятие разных родов одни люди рождаются для того чтобы быть воинами а другие для того чтобы быть управляющими а 3 для того чтобы быть служителями и так далее и возможно у вас один род в котором вы находитесь это род служители там богу служителям человечеству служители там врачом быть а ваш муж допустим из рода управляющих или из рода воинов которые должны обеспечить там сохранность добиться защита и так далее если один рот и другой разные то вы будете по крови друг друга нереально бесить ваша кармическая задача при этом заключается в том чтобы вы нашли друг другу ключ но дело в том что это сделать очень часто практически невозможно из-за этого придуманном механизм который называется объединение кровью такое объединение кровью очень несложно делать и мы как люди которые занимаются эзотерикой имеем право так объединяться своей кровью как это все делается ночью особенно хорошо ночью это делать представляете будто вы и этот человек ваш ребенок старший сын или же вы допустим и ваш муж который ненавидит вашего ребенка и или муж и этот ребенок напрямую они сидят и у него от него в левую сторону или в правую сторону от него находится ваш ребенок и представьте будто из их тела физически через верх и через низ а также вдоль тела выходят капилляры или выходят сосудики и эти сосудики между собой соединяются делайте указательным пальцем движения представляя будто кровь которая находится в вашем муже на выдохе или на вдохе переходит вашего сына проходит в вашем сыне и соединяется с кровью сына соединяется и через ноги заходят вашего супруга делайте сначала в одну сторону кольцо а после чего в другую сторону кольцо то есть сначала из мужа вашего сына после этого и сына вашего мужа таким образом соединив их кровью вы объединяете крови если муж там не родной его бесит там приемная дочь или приемный сын то это каким-то образом победить невозможно и часто это приводит к драмам трагедиям и тяжелейшим разочарованием и вашим и его и так далее и человек не слабо характерный он не слабовольный он просто не может объединиться с кровью а крови между собой начинает конфликтовать именно поэтому и существует данная практика поделайте ее на протяжении там месяца двух-трех и сможете это все победить это очень эффективная когда-то такой метод давал своим знакомым они это использовали великолепно это все работает мне это очень нравится в семье не любят там свекруха или еще кто-то перед тем как зайти домой представьте будто вы перед тем как зайти в дом представьте будто невестка сын свекруха дети все друг друга обнимают и вы заходите они все обнимают вас не забудьте в конце сказать слова какие мою мантру маху мха хо что в конце не скажу почему а это только для учеников школы и с этим это будет работать а вам для того чтобы заниматься эзотерикой я очень рекомендую пройти мою первую ступень эзотерической школы кайлас не стать все-таки полноценным учеником школы кайлас они воровать какие-то техники у каких-то хотел сказать лысых уже волосатых дядек кстати волосы растут прекрасно и это связано с тем что я пользуюсь гиалуроновой кислотой компании мизонья спасибо моей жене которая придумала данную гиалуроновую кислоту в том виде в котором она мне ее дает мою волосы смазываю гиалуроновой кислотой волосы стали пушистыми красивыми растут быстро и мне это нравится спасибо мизонии спасибо моей жене софии ответил да то есть что вы теперь должны делать я объяснил ольга сульжик откуда берется шизофрения и лечится ли она внучки 22 года из 19 лет болеет и непонятно по какой причине дякую вам за вашу работу будь ласка с удовольствием отвечу на ваш вопрос он мне очень понравился человек внутри является существом которая нацелена на то чтобы первое почувствовать свою любовь к себе второе проявить или почувствовать любовь тех людей которые находятся вне его по отношению к нему третье почувствовать божественную любовь к себе когда у человека происходит оценивание себя то у человека появляется претензии эти претензии они могут быть такими там меня не любят потому что ко мне плохо относятся потому что это и также человек может на протяжении жизни бояться чего-то я боюсь там я боюсь что меня бросит я боюсь что меня там кинут родители я боюсь и так далее вот это все является внутренним голосом внутренний голос у нас связан с тем сознанием которые у нас находится в голове и в эзотерике называется духой духом дух напрямую связан с нашей душой то есть чувства безумные допустим из пух может иметь такое воздействие на наш дух или сознание что часть нашего духа вытесняется из нашей головы и появляется полость точно так же и как сознание я ненавижу маму и ненавижу близких я ненавижу этот мир и часть нашего духа может вытеснять часть нашей души в груди и в голове появляется микро дырочки этими микро дырочками пользуются духи у которых нет чувств это духи астрального мира или не умершие души которые бродят на земле они становятся не умершими и бродят на земле потому что во время своей жизни дали обещание что-то сделать не исполнили его или были проклятые не могут переродиться или их тело не может никак там перегнить и они находятся бесконечно подвешенном состоянии или заклятие какое-либо на них такие души тоже есть то есть это неприкаянные души убиенные замученные сворованные там там проклятые и так далее то есть это все тема как бы не этого разговора такие души они очень хотят еще хоть немного почувствовать еще хоть немного быть где-то в человеческом теле они могут проникать как это появляется в теле человек это обычно проявляется в виде того что человек начинает слышать какой-то еще один внутренний голос то есть человек начинает помимо своего голоса слышать еще внутренне это выглядит так у человека появляется внутренний голос который может там человек раз перестал разговаривать а там в голове и начинает таким же голосом как у него кто-то материться обычно он гневный материться или продолжать материться или иметь претензии или еще что то делать и человек допустим спокойный все в жизни хорошо а внутри у него возникают какие-то качества такие при которых этот человек начинает переживать у что-то случится ну что случится все хорошо что-то прозит но почему все произойдет все хорошо но это на самом деле не является элементом который является самим человеком это в нем находится бес в нем находится дух чужая душа в нем находится дырочка то есть там она находится и в нем начинает проявляться что необходимо делать если это есть в вас то в тот момент когда появляется внутреннее ощущение какое-либо закрытыми глазами с открытыми глазами найдите его и скажите то что во мне разговаривает и заставляет меня страдать пошло ты из меня и дальше матом пошло нахер я тебе не доверяю ты мне не нужно и представляете будто прям выбрасываете и если человек не уважает то что в нем разговаривает то то что разговаривает обижается и убегает почему потому что она нуждается в том чтобы было три элемента элемент любви тела к этому духу элемент любви чувств к этому духу элемент любви духа к этому духу и элемент любви бога к этому духу а вы проявляете не любовь самую страшную душевную выгрейте ты что-то мне разгарит пошло и дальше матом и проклинаёте его таким образом она выскакивает рано или поздно Да, так это работает, а как работать с ребенком? Обнимаете ребенка вот так вот, гладите и говорите, ты мое солнышко, ты моя ласточка, ты моя золотая девочка, все в тебе хорошо, пальчики твои хорошие, и душа у тебя хорошая, мы все ждали тебя, обожали, и головка у тебя хорошая, и дух у тебя хороший, ты умненькая, хорошая, мы все тебя обожали, А бабушка как сердцем привяжалась, как тебя обожала, ты такая идеальная, хорошая, маленькая, золотая, любименькая, а тот бес, который в тебе пошел нахер отсюда, веником представляете, будто его с ребенка выметаете, говорите, не рады тебе, не рады, иди к тому, кто тебя создал, они твои мама и папа нуждаются в тебе и скучают по тебе, иди бегом, пусть они тебя обнимут, солнышко. И все, вот таким образом духа прогоняют, если так выполнять будете, то это исчезнет, поняли что-нибудь или нет. Альбина, здравствуйте Андрей Андреевич, здравствуйте Альбина, пожалуйста, я выйду замуж, Альбина 49 лет, покажите мне, выйдет Альбина замуж, Альбина показывает, выйдете замуж, мужчина будет круглолицый, может быть даже такой лысенький чуть-чуть, но полный, такой круглый, сильный, вам будет нравиться. Все в порядке, у вас еще хорошая жизнь. Добрый вечер, Андрей Андреевич, я знаю, что мы не спрашиваем такое вас. Да ладно, я переписываю с Дмитрием три года. Что ж такое, из-за войны так и не встретилось. Теперь он хочет ехать в Зеландию, и что мне делать? Послать его, серьезно вам говорю, пошлите его. Почему? Потому что три года вам голову морочит. Три года вам морочит голову этот Дмитрий в Зеландию, сейчас начнется история. А теперь моя любовь, в которую я влюблен, дай, пожалуйста, мне 3000 долларов и так далее. Истории одни и те же. Женщины так устроены, они любят душой. Обычные истории эти развиваются так. Какой-нибудь штрих делает красивое видео или какой-нибудь красивый инстаграм и так далее. Делает и пишет там, вот я там, да я там, я на Ницце, я на Ривьере, ну или я во время войны там где-либо и так далее. Потом начинает писать, тук-тук, привет, привет. Ты такая красивая, мои глаза никогда не видели такой красоты, как ты. Потом пишет женщине, сколько тебе лет? Вы пишите мне 40, там 8, 58, 68, 78. Надо же, как ты молодо выглядишь. Я сразу тебя заметил и почувствовал в тебе сразу же ощущение, будто мы родственные души. Наши души родственные. Ой, точно, я тоже ощущаю родственные души. Дальше он пишет, ты такая хорошая, я надеюсь, ты не замужем. Вы пишите, нет, я свободна. Я всю жизнь искал такую женщину, я даже тебе расскажу сон, ты мне снишься. У меня с тобой столько тепла, хочешь поговорим? Хочу. Привет, привет, ты такая хорошая, ты мне так нравишься, у меня любовь к тебе, у тебя такие ручки, такие пальчики. Ну я же толстый. Нет, ты похожа на помидорчик, такая спелая, такая красивая. Ну я же взрослый, я всю жизнь мечтал только о взрослых, только о такой, как ты. Ты единственная моя любовь и так далее. Тебе надо помощь. Я знаю, что такие, как ты, нуждаются в помощи. Я тебе эту помощь дам. Я очень, ты должна обо мне все знать. Так вот, я богатый. Я нереально богатый. У меня 333 миллиарда миллионов. И они лежат на разных счетах. Но я не могу прямо сегодня к тебе приехать. Я нахожусь там, там-то и там-то и там-то. Но я тебе обещаю, мы встретимся. И тогда я тебя зацелую. И днем, и ночью, и в ванной, и под кроватью. Ты такого вообще никогда не знала, что такие мужчины бывают. Я теплый, хороший, нежный, красивый. Я могу целую ночь тебя целовать во все места. И ты будешь самой счастливой. Вы уже там намечтали себе. Но я еще и богатый. Я от тебя вообще ничего не хочу. У меня столько, да боже, денег у меня вообще. И мне там в Америке дали. И я в космос летал. И я астронавт. И я генерал. И я там сын родителей, императорское величество. У меня дома в Дубаях. Но сейчас я, к сожалению, и дальше начинается. Но, к сожалению, я сейчас с поломанной рукой. Мне нужно, а все счета у меня в Афганистане. А я вот в Афганистане. Я в Пакистане, в Бангладеше. Я еще где-нибудь или... Вот я тебе хочу машину подарить. Но чтобы ты ее забрала, нужно заплатить. А вот я тебе деньги передал. Они сейчас на счету находятся. Но чтобы ты эти деньги... Дай мне денег. Вообще вся эта тема только ради одной идеи. Какая идея? Сделать из вас человека пострадавшего. Милите чепуху, верьте все что угодно. Задача одна. Попросить денег. Попросить денег. И вот это могут годами. Это может длиться годами вообще. Годами вам слать фотографии. И себя, и пениса вы там чего хотите. Это и у мужчин, и у женщин есть. Женщины шлют там и сиськи, и миськи, и моськи. Там что только не происходит. И вот с тобой, и ради тебя, и только такого, как ты нашла. И там это может мужчина толстый сидеть и писать такому мужику. Он там слюни распускает. Ему там из порнохабов какие-то присылают видео. И вот только тебя, тебе мечтая, как тебя увидела. Я люблю лысых, а мне нравятся беззубые. Зато ты сильный. Зато у тебя все есть. Но я вот хочу, и он там, ой, да, хочу. И я вот только должна к тебе приехать, но нахожусь в Новой Зеландии. Давай вот мне заплати сейчас там. Вася идет, ждет. Давай, сделай. Я приезжаю, и мне вот для того, чтобы приехать из Новой Зеландии, нужно сейчас там 333. 1333 доллара и 87 центов. Пришли вот сюда на вот этот. А можно частями? Да можно, да. Может, там мужчин более сложно. На самом деле и мужчины, и женщины попадаются вот на такую дуристику. Да, нас легко обмануть. С позиции любви человека очень легко обмануть. Прямо легко-легко. Легко-легко. И мы, как там в свое время сказал один, обманывать меня нетрудно. Я сам обманываться рад. И вот часто это те проблемы, которые возникают, а потом женщина говорит, почему это со мной? Ну, а почему нет? Ну, надо себе правду сказать, подойти к зеркалу, обратить на себя внимание, сказать, будет ли с вами жить вот этот человек? Что это за человек? Почему он вот так к вам относится? С какой вдруг, кстати, он вам там снился, и я там три года с вами и только с вами? Что, рядом с ним нет три миллиона женщин? Вот только на вас три года свет клином сошелся, и только с вами он общается. А как же остальные? Что, в чем ваше преимущество? Вы с ним не спали? Не спали. Что такого в вас особенного? Что? Я не могу этого понять. На что вы рассчитываете? Мужчина, если ему нравится женщина, то он живет с ней. Он находит способы. А как обычно? Обычно женщин начинают разводить. Каким образом? Ну, обычно это, знаете, такие дешевые разводники, они выглядят так. Допустим, мужчина, у него шансов никаких. Там жена беременная, он живет где-нибудь в каком-нибудь городе. Ну, допустим, там в Виннице. Находит девушку какую-нибудь красивую, пишет, ты замужняя, или ты холостая, или нет. Она пишет, нет, ну ты такая красивая, и так далее. А она пишет, а ты женат или нет. Он пишет, нет, ты что, я холостой. Я очень хорошо зарабатывал раньше, сейчас вот раньше и начинается. Работал там личным координатором Юлии Тимошенко, президента Ющенко, там прокуроров, там Авакова или еще чего-то. Магазины у меня были. Ну, там миллионы я зарабатывал, весь мир объездил и так далее. Ордена Ленина и в кикбоксинге выигрывал. Одна из задач, это чтобы она согласилась с ним переспать. Рано или поздно она говорит, конечно, он приезжает, скромный парень, который в жизни не имел бы шанса. Он там ей на уши накладывает, возможно, там отель снимает, или приезжает напрямую к ней, цветы ей дарит, недорогие. И после этого, конечно же, она дает ему возможности, он после этого может еще раз приехать и потом начинается. Когда это уже начинается, я тебе и предложение сделаю, все остальное. У него там жена беременная, допустим. Он потом в конце этого всего говорит, либо меня там забирают, я срочно должен уехать, либо там вот все, я там вот обнаружил, что моя жена сейчас, что у меня есть девушка, она сейчас на девятом месяце, я не знал, я хотел, но я не могу сейчас ее бросить, мне нужно сто процентов выйти, жениться на ней, но я буду хорошим отцом, а ты извини, вот как бы до свидос. Такое тоже бывает. Я вообще часто говорю, что мужчины, если бы не обманывали женщин, то у них не было бы никаких шансов. Милые мои, это так прекрасно в жизни, что есть мужчины, которые умеют обманывать. Это прекрасно, что есть женщины, которые умеют доверять. Это прекрасно, что наша жизнь, она такая, знаете. Если Богу угодно порадовать и потешить людей вот таким, ну пусть оно будет. Женщины потом перестают доверять, у женщин начинаются драмы, но они тоже радуются, там была интимная жизнь, до этого не было, они этому счастливы, кто-то признался в любви, от этого душа, как цветочек цвела, ну а потом там не произошло, ну не произошло с одним, произойдет с другим. Это промысел Божий, знаете, это просто промысел Божий. Просто так тоже бывает. Нет, никто не прав, никто не виноват. Один хотел доверять, другой хотел обманывать. Это особенность такая. Пусть оно будет. Так что хочет ехать в Зеландию, пусть садится на поезд и едет в Зеландию. За три года ничего не сделал, пошлите его. Забрал у вас три года жизни. Забрал три года жизни, вы его ждете, ничего не предпринимаете. Губы не красите, ноги не бреете. После этого, что вы его ждете? А так выходите в люди, говорите, да, я свободная там. То жизнь проходит, а самая большая драгоценность в нашей жизни, это молодость. В молодости мы говорим никому, никому, никому. Потом говорим одному, одному, одному. А потом, наверное, и хотели бы сказать кому, так никто не соглашается. Точно так же мужчины, когда молодые, вот я своим детям говорю, мальчики мои, не бойтесь, потому что сначала это происходит так, боюсь, боюсь, кого, кого, боюсь, боюсь, так надо не бояться, надо говорить, 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 потому что потом вы уже и боя, сначала боишься и не можешь подойти или сказать, а потом не боишься, но уже не хочется. Понимаете, в чем особенность? Поэтому пусть хочется. Когда хочется, не бойтесь. Вот я сегодня буквально говорил, я говорю, если есть желание познакомиться, ну а если она мне нравится, но я боюсь, то какая разница? Берешь цветочек, покупаешь, подходишь, даришь ей цветочек, говоришь, очень понравилась, ты такая особенная. Ничего, ее же не надо сразу в кровать куда-то звать, она же тебе нравится. Там, начни, начни с чего-то, ведь каждый мужчина и женщина, они с чего-то начинают. с чего? Так с чего угодно, с чего-то надо начать. Как это бояться с чего-то начинать? Если ты боишься с чего-то начинать, то задай второй вопрос, а оно тебе нужно? Ну раз не нужно, значит не начинай. Ну, такие длинные получились ответы, извините. Ого, я уже 45 минут разговариваю, да, вот это я даю. Зоя Сим, Сим, а, люди пишут мне, Андрей Андреевич, да что такая, ты специально мне не отвечаешь. Да, а кто сказал, что я должен или обязан кому-то отвечать? Серьезно, я разве говорил, что вы зададите вопросы, я 100% на них отвечу? Я же не говорил это, я говорил, получится, отвечу, а не получится, не отвечу. Это же такая особенность. Я не говорил, что я тут автоответчик и каждому должен прям 100% ответить. Нет, вы добровольно пришли меня слушать и я добровольно отвечаю, получится поотвечать, поотвечаю, не получится, не получится. Поэтому, к чему потом эти претензии? Вам не скучно? Главное, в видео, где я говорю, уберу боли, уберу заболевания, там, забираю эти заболевания и так далее. и там написала, Андрей Андреевич, отдаю, 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 отдаю. Хоть бы одна как кошелька написала спасибо, Дуйко, как не стыдно человечеству. Человечество, вам должно быть стыдно, вы же отдали болезни, почему люди не написали спасибо? Написали, отдаю с разрешения, Дуйко, мои болезни, своего сына и так далее, 40 штук, то напиши через сообщение следующим, спасибо, помогло ли, облегчение получило, болезни, ведь человек забрал у вас. Почему? Нужно сбросить и вот так плохо отнестись. Что с людьми? Что с людьми? Люди, что с ними? Что так? Почему? Ну, кто мне может это объяснить? Да. Отдать-то каждый может. А прийти и написать спасибо никто не написал. Как не стыдно. Там позвоночник написало там тысячу человек. Мне помогло, мне помогло. Так, а спасибо. Сложно было написать спасибо. Мне помогло, мне помогло, и мне помогло, и мне помогло. Потом следующие сообщения. Козел, мне ничего не помогло, чтобы ты сдох, людей обманываешь и так далее. А спасибо. Ну, надо же писать. Мне помогло, огромное спасибо, и пожелать мне счастья в жизни. Желаю вам счастья в жизни. Вы хороший человек. Помогло мне, как это работает, не знаю. А еще, даже не прошу, посоветуйте кому-нибудь. Да нет, я понимаю, я же как бы врачом работал в жизни своей. Я понимаю, что это такое. У человека зуб болит. И он, ой, кто же мне поможет, кто же мне поможет. Пришел к врачу, врач ему зубы этот полечил. И после этого тонуй его в баню этого врача, поздравлять его с чем-то еще. Он и так у меня три рубля взял. А тут вообще бесплатно. Та, пошел ты. Я всегда говорю, моя жена говорит, моя жена, она очень часто плакала. Она посмотрит и говорит, ты с этим всем работаешь. там и потом тебе так много пишут гадости и даже тебе спасибо никто не пишет. Зачем ты это делаешь? Я говорю, ты понимаешь, то, что не пишут гадости в большом количестве, говорит о том, что у этого мира не все потеряно. Я же это не для людей делаю. Я это делаю для своей души. Пусть моя душа, объединенная с Богом, поймет, что есть люди, которые хотят служить светлым силам. Есть люди, которые могут безвозмездно забрать чужие болезни. Есть люди, которые хотят помочь без денег. Просто так. Такие есть. Вот это я. Такое тоже бывает. А за спасибо или что за... Так просто так. Но спасибо хорошо было бы ставить. То, что в тебя не бросают какашкой, говорит, автоматически делай тебя уже хорошим человеком. Там есть такие видео, где я говорю то-то, то-то произойдет, то-то, то-то произойдет. А вы не думали, что я отец пятерых детей? Никогда? Не думали? Нет. А вы не думали, что я популярный блогер и что меня смотрит 700 тысяч человек? Никогда не думали? А вот теперь попробуйте совместить все эти компоненты между собой. Скажите, можно ли на человека как-то повоздействовать? Что-то человеку сказать? Иметь на него какое-то влияние? Подумайте об этом как-нибудь на досуге. Людмила Мищенко. Добрый вечер, Андрей Андреевич. Что делать? Делать ли мне операцию по гинекологии? Или ставить? Оставить так. Может, нет, показывают, не обойдется. И нужно будет удалять, да, нужно будет делать операцию по гинекологии. Нет, не обойдется, Людмила Мищенко. Нужно будет делать, иначе начнутся они уже, наверное, кровотечения и будете очень страдать. Скажите еще, будут ли у меня внуки? Да, будут внуки. Ка-ча. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Почему так часто у людей возникают проблемы с желчью и камнями? Очень часто вижу проблему в чате. Сама пытаюсь растворить камни уже год. Что это? Злость? Нет, нет. Это все связано с нашими переживаниями и неврозами. Как это все устроено? У человека есть кислотность крови, которая очень часто связана с его кислотностью желудка. Одни люди реагируют так, что кислотность желудка повышается в верхней доле и после этого эта кислотность опускается в нижнюю долю. Когда в нижней доле желудка кислотность повышается, то у человека исчезает усваиваемость жидкости и воды. И вот эта дефекация, которая идет в виде хронической диареи, неформированного стула и так далее, приводит грубо к тому, что появляется ацидоз, это повышенная кислотность крови, и у человека такого появляются проблемы, связанные с ожирением, с формированием мочекаменного заболевания. И второй вариант. У человека стрессы вызывают повышение кислотности в верхней доли желудка, после чего организм перестает правильно формировать соляную кислоту и купирует выделение соляной кислоты в верхнюю долю желудка, у человека снижается кислотность, что приводит к запору, появляется заболевание мозга и появляется алкалоз. Это заболевание щелочной реакции крови, в ходе которого у человека появляется заболевание запоры и в дальнейшем желчекаменная болезнь. Таким образом, для того, чтобы помочь человеку, нужно знать, людям, у которых желчекаменная болезнь, не хватает только кальция обычного, пейте просто обычный глюканат кальция и вы избавитесь от камней в желчном пузыре. Обычный цитрат кальция принимайте и не худейте. И второе, а у тех, у кого камни в почках, пейте калий в виде препаратов калия. Жидкий калий называется манкулит в нашей компании, а еще лучше уролиз. У людей, у которых есть проблемы и камней в почках, и камней в желчном, необходимо делать периодически прием кальция, после этого, через время прием калия. Вот так это все устроено. С чем это связано? Это все неврозы. Это неврозы. Когда человек переживает, он реагирует. Обычно он реагирует так. У одних людей повышается кислотность, да у всех повышается. Гастрин повышается, пипсин, соляная кислота. Но реакция организма у всех разная. У одних происходит повышение кислотности нижней доли желудка, происходит формирование в дальнейшем заболевания двенадцатиперстной кишки. Такая кислотность проходит через тонкую кишку, после этого сначала в тонкую кишку, потом в толстую. Повышается кислотность толстой кишки. Из-за этого появляется диарея, хроническое несварение, появляются заболевания такие как ожирение, появляется сахарный диабет второго типа, а у людей, у которых наоборот повышается верхняя часть кислотности, потом снижается резко, и у них там отгибается сфинтеродий, появляется эзофагиальный рефлюкс, появляется застой желчи, желчи идет в обратную сторону, потому что там появляется диафрагмальный вакуум. И это все в общем-то имеет разную реакцию, одних людей и других, одни люди, от того, что вы будете кричать, нервничать и так далее, ничего не изменится, даже если вы невроз будете лечить, все равно не сможете его победить. Нет ничего лучше, чем снизить кислотность крови калием, и нет ничего лучше, чем повысить кислотность крови кальцием. Есть запоры, пейте кальций, есть диарея, несварение желудка, принимайте калий. Не обязательно принимать калий нашей компании. Есть калий и кальций. Вообще, это был когда-то такой сидорский, очень знаменитый, не буду рассказывать об этом, алемский, не сидорский, алемский. Очень удивительный был человек, он работал и преподавал на кафедре медицинской в одной из областей в Украине. Работал он с 70 по-моему восьмого года и аж до начала двухтысячных годов. Судьба у него не очень хорошая была, но его особенность была в том, что он работал в хирургии, а по своему какому-то там, по своим каким-то идеям он пробовал экспериментировать с гомеопатией. И одна из гомеопатических таких идей его была, она как раз и связана была с тем, что в большинстве своем у людей формируется неравномерность окисления крови. При этом он назначал человеку или исследовал его кровь и мог правильно подобрать количество употребления кальция или правильно подобрать количество употребления калия. И после чего изготавливал эти препараты. Один из этих препаратов называется в моей компании Уролиз. Его последователь по имени Болеслава это все в дальнейшем разрабатывал или помогал, а сейчас работает с нашей компанией. И это, конечно же, дает результаты. Я, допустим, как человек склонный к формированию диареи, к формированию ожирения, у меня, конечно же, будет формироваться мочекаменная болезнь. Когда у меня будет формироваться мочекаменная болезнь, избыточный вес, мне для того, чтобы похудеть, и для того, чтобы мышечные ткани начали у меня нарастать, необходимо принимать пепсин и принимать калий, который я периодически обязательно принимаю. Принимаю его в препарате манкулит, он состоит из калия магния с витамином В6. Принимаю так обычно 2 столовые ложки на полтора литровую бутылку воды. Месяц принимаю минус 6-10 килограмм. Вот так. Почему я это говорю, друзья мои? Я человек, который школу закончил и вес мой был где-то ну в районе наверное 65 килограмм. Но уже через год того, когда я закончил школу и поступил куда-то, то мой вес был уже 85 килограмм. А когда я закончил там училище, то вес мой был уже 90. И уже к годам наверное 40, а мой вес был уже там 130. Хорошо, что я сейчас повзрослел и похудел. Я не понимал этого. Но сейчас понимаю уже, что вот есть еще и такая принципиальная позиция к здоровью. А чем бы вы не лечили или что бы вы не делали ничего не получится? Ну чем можно? Валерьянкой можно Валерьяну принимать, чтобы немного стрессы эти снижались. А там хоть вы злой, хоть вы не злой, это не имеет значения. Это реакция нашего ЖКТ. Я Анжелика. Старшая дочь живет в Польше из-за войны и хочет поменять вид деятельности и переехать. Думает в Киев хотя бы мы из Днепра. Она веб-дизайнер. Где ей будет лучше? Супер, пусть переезжает в Киев. Ей будет лучше везде, но точно не в той стране, где она находится. Ей в действительности там, где она живет сейчас плохо. ей точно там не нужно быть. Но она действительно хороший веб-дизайнер. Пусть напишет мне, я работу дам. А не забывайте, что сегодня у нас Black Friday Sale сали. Сегодня у нас черная пятница скидки минус 30% на тибетскую формулу и компания Мизоне. Когда закончится этот вебинар, вебинар закончится, а скидки останутся. Поэтому обязательно, когда вебинар закончится, переходите на скидки и покупайте. Завтра у меня будет день рождения. Хороший праздник, день рождения. В чем истории по моему дне рождения? Какие есть у меня такие воспоминания? Меня очень любили родители. Мой отец меня постоянно обнимал, когда у меня были дни рождения. Даже ничего не дарила. Давал кататься на мотоцикле или катал меня на машине или на мотоцикле или на тракторе. Мама дарила на один из дней рождения. Она спросила, что ты хочешь, Андрюша? Я учился в школе хорошо. Я ей говорю, я бы очень хотел себе часы. И у нас не было дохода большого, но она смогла меня взять. Мы поехали после чего в районный центр, так как я из села, зашли туда и сказала выбирай, сынок. И вот из этих всех часов я выбрал себе электронные часы, и она мне их подарила. Мне было очень приятно. Я эти часы одел, и их очень долго носил. И мне было очень жаль, что они у меня поломались и потерялись, потому что я занимался борьбой, и там кто-то ударил, они не были электроны, села батарейка. Это была целая история, потому что нужно было ехать 40 минут из села в районный центр и там искать где-то эти батарейки. Ну, а у меня школа, у родителей работа, и в общем на этом все закончилось. Еще долго они лежали, но каждый раз, когда я помню, как дарили мне часы, очень-очень радуюсь. На один из подарков это мне подарили музыкальный инструмент трубу, а потом подарили еще и хороший баян, прямо хороший такой, я на нем играл. Это было так очень приятно, и я постоянно помню, как я радовал свою маму, брал баян, вечером мы садились, вот где-то после школы, там, 7 часов, 8 вечера, и я ей что-нибудь играл. Услышу какую-нибудь музыку по телевизору, играю ей, она вот так вот облокачивалась, на что-нибудь смотрела куда-то и слушала меня. Теплые моменты нашей просто вот такой удивительной, прекрасной и красивой теплой жизни были. И очень много было в моей жизни людей таких, я сегодня пытался вспомнить, очень-очень много людей было хороших, много людей меня поздравляло всю жизнь с днем рождения. Мои друзья, мои девушки, с которыми я встречался, теплые, вообще я живу хорошую жизнь. В моей жизни мне очень повезло и повезло мне в том, что в моей жизни всегда были невероятно хорошие люди, невероятно хорошие друзья, невероятно хорошая мама, невероятно хорошие братья и сестры, очень хорошая жена, великолепные растущие дети, все хорошо. Почему так? Я знаю, в чем одно особенное мое качество. оно заключается, это качество в том, что я добрый человек. Я добрый человек. А видимо, из-за того, что я добрый человек, меня любят. Может быть, из-за этого. Педскажите, будь ласка, за допомогу эзотерики можно выликовать синдром сухого уха, ока. Любое заболевание есть следствие отсутствия энергии. Какой энергии? Энергии, которая возникает в тот момент, когда человек радуется жизни. Когда человек радуется жизни, у него есть энергия. Когда не радуется жизни, у него нет энергии. Поэтому онкология это нет энергии вообще. То есть ничего не радует, значит есть какое-то омрачение. Вообще полное отсутствие радости. Но бывают люди, которых ничего не радует, но радует то, что они злые. Или радует то, что они ненавидят. Или радует какие-то конфликты это им нужно для выживания то есть их все-таки зло радует зло радствуют а есть люди которые неплохие и которые хорошие но их ничего не радует они разочаровались и что-то обидело там надеялись на детей и дети перестали давать радость еще там начали воровать бухать и шляться и у них появилась вот такая тенденция что-то постоянно расстраивает и человек говорит у меня появились проблемы глаз если проблема левого глаза проблема значит связано с тем что сын расстраивает проблема правого глаза дочь и как это все изменить если эзотерический помощь какая-то нету никакой он что перестанет вас расстраивать как это можно эзотерически изменить не как идите в больницу пусть лечат вам сделают вам смену хрусталика есть ли эзотерические методы медитация смотрение на одну точку может помочь смотрение на одну точку может помочь человеку справиться сухим глазом да даже макулодистрофию даже краеугольную глаукому можно таким образом вылечивать когда человек смотрит на одну точку у него увеличивается слеза отделения также происходит очень улучшается состояние сосудов глаз я рекомендую но не до тяжелых состояний то есть смотрите 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 потом вот так вот поблымкали глазками чтобы слеза вытекла ну и вот так вот на одну точечку медицина способна это излечивать на сегодняшний день есть целый ряд капель великолепных случаи также есть офтальмология и там это все успешно лечится сейчас приваривают сейчас высекают сейчас пришивают макулу изменяют хрусталь есть операции где можно помочь и по восстановлению регенерации макулы там по лечению сосудов и там все есть то есть сейчас уже настолько далеко все ушло если еще не потеряно одна из проблем наших заключается в том что мы пытаемся найти способы решения и теряем время и вот из-за того что мы теряем время происходит ухудшение ухудшение ухудшения это знаете как зубом пока маленькая трещинка вылечить несложно а когда уже там началась там кариес и там потом на фоне кариес началась там воспаление дентального нерва и там уже началась там проблема то тогда кроме как удалять уже нечего и делать поэтому не тяните пусть этим занимаются врачи эзотерика это точно не для тяжелой формы здравствуйте андрей андреевич начал ходить на бокс и теперь после тренировки сплю недолго а ночью просыпаюсь как будто много энергии почему так это адреналин и кортизол обычно адреналин и кортизол в комплексе они создают вот такие состояния это в дальнейшем приведет вас к тяжелым измененным состоянием что необходимо делать но минимально по принимать мелатонин а максимально какой-нибудь антидепрессант в чем различие антидепрессант но сегодня не медицинская лекция ну ладно уже скажу чем отличие антидепрессантов от допустим от допустим транквилизаторов нейролептиков отличие очень существенное но закрыл вся наша психическая деятельность она заключается в доставке допамина в определенные в аплите в определенные места нашего мозга эти места условно разделены они называются мезокортикальные мосты мезолимбические называются негростриальные и в эти мосты доносится допамин вырабатывается черным ядром прозрачной перегородки называется отдел мозга nucleus accumbens и этот nucleus accumbens создает дофамин или допамин правильно который должен доставить по этим мостам определенные компоненты ну условно скажу радости но там нет радости потому что там есть закрытая дырочка вот она закрывается серотонином вот этот серотонин который там закрывает что он закрывает он закрывает нейрон и блокирует доставку допамина почему он закрывает потому что в этом нейроне попадает большое количество адреналина который формируется на фоне кортизола и адреналина и норадреналина это гормоны надпочечников и у человека появляющийся стресс выделяет адреналин это влияет на щель нейрона и там закрывается это серотонином после чего человек принимает антидепрессанты которые допустим там ага мелатин или там флоксетин который является компонентом обратного захвата серотонина высвобождает те остатки адреналина которые находятся в щели нейрона освобождая или устраняя или формируя вновь доставку допамина в эти части второй вариант второй вариант одни из вот этих мостов нарушают свое действие и в этих мостах появляется дефицит допустим в мезолимбической системе допустим если появляется у человека недостаточность допамина то у человека появляется навязчивые идеи депрессивные состояния бессонница ночью спать не может и в этом всем нарушение циркадных ритмов и в первом случае во втором ему назначают нейролептики потому что они могут помочь человеку убрать этот дефицит допамина и принести этот допамин в определенные места также есть еще миорелаксанты допустим у человека появляются судорожные компоненты которые тоже связаны с тем что в одних местах появляется переизбыток допамина в одних недостаток так переизбыток адреналина в височных областях и недостаток допамина в лобных долях может приводить к появлению судорожных компонентов и в дальнейшем формированию генерализированного приступа эпилептического синдрома ну и так далее это сложный механизм но он такой вот по-детски так рассказал наверное становится понятно в этом и отличие сейчас научились врачи великолепно разбираться в этом и есть целый ряд препаратов там но я могу сказать как обыватель по моему мнению большинство заболеваний лечится при применении самых обычных антидепрессантов при применении антидепрессантов комбинированной терапии какой-либо там улучшения происходят лучше чем при применении просто нейролептиков или седативных препаратов или чего-либо почему я это говорю свое время в свое время было сказано ну сейчас я не готов сказать но в общем то было сказано и пирогом и лурий и многими наверно физиологами было сказано что основа все-таки начала всех заболеваний это это невроз то есть в начале всех психических отклонений есть невроз есть классификация неврозов по илюхину и там их насчитывается огромное количество то есть невростенический невроз это когда стресс вызывает у человека слабость и он должен лежать это фабический невроз когда у человека появляется навязчивые идеи ну и там целый ряд там они в свою очередь по его концепции или по его наверное идеи они в дальнейшем и формируют изменения восприятия человека и могут переходить уже в заболевание то есть невроз это когда человек еще контролирует и может справиться с этими состояниями возможно коррекция психолога а уже болезнь это с изменением гормонального фона с изменением каких-то структур мозга происходят неизменные состояния в ходе которых необходимо уже помощь медицины и так далее на сегодняшний день можно сказать что лечение всех неврозов абсолютно она по предложению илюхина должна была формироваться с применением препаратов магния с применением препаратов лития и обязательно с применением антидепрессантов и я с этим согласен при применении допустим каких-либо антидепрессантов во время любых абсолютно заболеваний не происходит ухудшения никогда но опять-таки это мнение обывателя то есть это не мнение наверное специалиста я не являюсь сертифицированным психиатром не работаю в этой системе самый лучший совет которые могу дать это применение ромашки ромашка является антидепрессантом завариваете ромашковый чай ромашка снижает кортизол поэтому пьете или пейте ромашковый чай зверобой пустырник ромашка это все снижает кортизол адреналин и в любом случае хуже не сделает а для сна очень хорошо помогает это что там у нас для сна шишки хмеля валь корень валерьяна является мощнейшим антидепрессантом валерьянка поэтому вечером перед сном банан можете съесть в нем калей чернослив добрий вечер скоро у вас чорна 5 сегодня сегодня вона ось ось будут скидки не скидки а знышки хочу купить и браслет дайте пораду як пидвиски купить и акшены получаются вид повесты ничего страшного берите для денег деньги еще никому не навредили и не помешали с чек браслет покупает то браслет денежный я наверняка сто процентов могу сказать я специально нашел людей которые у меня купили браслеты мои эти дорогие мега дорогие золото на руку и которые их носят год два три пять у всех мега мега события в жизни то есть у всех улучшение материального благополучия мега улучшения кстати я хочу чтобы моя жена подарила мне такой браслет и любимая жена у меня завтра день рождения а давай мне подарим такой браслет а у меня был уже подарок от нее когда-то нам не такой браслет подарила я его какое-то время носил а потом он исчез я говорю недавно и я говорю слушай а исчез браслет может быть куда-то тился так бы хотелось вновь одевать нагреть ой любимый я хочу тебе сказать когда-то у нас был заказ а ювелир не успевал я его продала отлично интересно если бы я продал какое-нибудь ювелирное украшение 1 это все не не важно поставьте купите у нас есть подвес для денег называется ловушка денег хорошие очень дальше есть называется браслета с талисманами денежными великолепные талисманы когда-то этот семинар он называется сид хи саунт а саншайн кокон и там дал символы которые необходимо представлять даже тренажер сделал саншайн кокон и говорил что если человек задастся целью и будет с ним работать то станет очень богатым человеком почему я утверждаю я пробовал меня очень хорошо все получилось я с рождения марии вот есть час 9 лет с рождения мария она родилась и где-то до времени пока ей не исполнилось наверно четыре года ну года три точно я работал с этими символами ежедневно 10 минут брал каждый символ и вот на каждый символ представлял у себя проявленным его в энергетическом коконе при этом дышал там по 10-20 раз представлял 1 или читал там мантру я вы я вы или его или йовы или химпра или амана раса какие-нибудь денежные коды здравствуйте андрей андреевич хочу спросить и не решалась ну что это очень хочу дом подскажите будет ли он у меня и не напрасны мои поиски будет но у вас нет денег сейчас что вы его ищите если денег нет и деньги будут будет дом то вы деньги ищите они дома живу в бразилии работаю с прокатом свадебных платьев что делать чтобы увеличить продажи каждый день снимайте видео в инстаграм проводите прямые трансляции сейчас весь мир так изменился что если сейчас не делать ничего в инстаграме не показывать этого всего в социальных сетях то никто не придет я сегодня снял видео вы наверное видели это видео это видео в котором я снял прямой эфир прямо возле магазина это магазин мизония это магазин мизония и уже 5000 там или 3000 человек посмотрела из этих 5000 там или 3000 3000 человек придет 30 человек а в telegram еще там я опубликовал еще 30 придет еще там где-то публику инстаграм еще придет там 100 человек и у меня будет там на следующей неделе 90 человек из них там 60 человек сделает покупки но и я не буду на этом останавливаться и дальше буду рекламировать то есть там стоит сейчас там там 2000 видов продукции вот я говорю продавцам теперь вот 2000 видов продукции вы должны сделать 2000 видео 2000 видео по каждому из продукции берете тетрадку и делаете так сегодня рекламирую это записываю одноминутное видео и так далее сейчас уже вот так это все устроено у меня есть подруга воли она когда-то говорит андрей андреевич ничего не продается и оля не заморачивайся в тик токи снимай одно видео одна минута снимай видео где ты возле зеркала в одной одежде перед переодеваешься другое вот говорю 365 дней 365 видео заходишь к ней в идете кто к у нее там огромное количество видео такая же была девочка оля такие же девочки две были которые извиниться я говорил им там лифчики как торговая нам и лифчики нам что лифчики мерить или там еще что-то я верю можете какой-нибудь прикол снимать и так далее сейчас стали они очень популярными а так ученицы школы с меня начинали сейчас популярность равняется доход сейчас популярным час уже никому ничего не нужно потому что люди разделились у одних денег нет а у других деньги есть только им ничего не нужно и получается для того чтобы и тех и других заставить сделать покупку необходимо быть популярным блогером ну вот ничего с этим сделать нельзя человек говорит вот я буду и начинается там буду продвигать это через там instagram платное продвижение но она где-то работает где-то нет людям уже надоела такая реклама они уже по рекламе не покупают по рекламе не переходят это очень редко денег тратится много дохода нет и тогда сейчас вот холодная аудитория сейчас становиться вот таким блогером выступать по чуть-чуть и горит так меня никто не смотрит так всех в начале никто не смотрит я хочу вам открыть тайну когда я открывал эзотерическую школу кайлас то я полтора года читал лекции бесплатно я собирал первые ступени и читал бесплатно на самом деле это не было бесплатно я брал у людей денег но тех денег которые я у них брал не хватало для того чтобы оплатить стоимость аренды за 10 дней и мне приходилось доставать свои деньги и тратить на это все но у меня была мечта я хотел преподавать эзотерику и хотел чтобы у людей появилась возможность изменить свою судьбу это было моей идеи я тогда жил с девушкой и и звали неважно как и она мне говорит зачем ты этим занимайся ты полтора года читаешь лекции и люди к тебе не идут я говорю это опыт потому что во время этих полтора года в начале я не знал что говорить потом я начал сам с собой размышлять потом я начал создавать концепции потом я начал а это еще и была возможность набрать большое количество друзей поменять аудиторию изменить найти более молодых людей более молодых друзей и так далее потому что до этого у меня была такая работа что пришлось работать с одними и теми же министры какие-то люди власти и так далее я окунулся в это все они все взрослые у них там интересы другие бани и деньги ну и так далее вот я с этим всем столкнулся и мне настолько хотелось новых людей а я в киеве был с одной стороны эти люди а с другой очень хотелось каких-то друзей чтобы они были молодыми вот я начал по чуть-чуть преподавать эзотерику одни и другие прежде всего для того чтобы найти друзей найти соучастников как я всегда говорил найти тех людей которые хотят жить которые хотят вместе со мной подышать пройти сангая там и так далее уже аж через шесть лет она стала настолько популярной что мне не нужно было собирать аудитории люди сами записывались и так далее но первые три года ну едва мне хватало на то чтобы я собирал как-то распространял снимал видео никто не смотрел никто не обращал внимание никому это нужно не было это все было вот так и конечно были разочарование были ощущения что я делаю что-то не так много всего было почему я всегда себе говорю эти слова ребенок тоже не сразу начинает ходить и у него тоже есть период такое-то 9 месяцев когда он начинает по чуть-чуть ходить но главная дисциплина одно из качеств которые я прививаю своим детям это дисциплинированность и настойчивость дисциплина и настойчивость поможет человеку становиться очень очень талантливым об этом свое время когда-то сказал бетховен когда у него сказали почему у вас получается так хорошо играть на пианино он сказал просто я так натренировал свои пальцы что они в нужное время нажимают нужную клавишу поэтому у меня получается хорошо а что нужно для этого сделать ежедневно тренироваться я когда был маленький мне говорили и слуха нет и губы не такие и пальцы у тебя там корявые и вообще-то маленький при этом я великолепно играю на музыкальных инструментах и ничего мне не помешало и в детстве я коряво рисовал не мог нарисовать там мордочку знаете сейчас рисую карандашом портреты почему потому что если каждый день тренироваться то натренируйся так во всем даже если нет нет таланта есть дисциплина нет везучих есть дисциплинированные стабильно клюющие как капля бесконечно в одну точку добрый вечер мне надо ехать к внукам на три недели справлюсь я с ними куда вы денетесь главное со своим сердцем я стою на очереди мне сердце будут делать прижигание очередь через год все нормально будет ничего не случится с вашим сердцем абляция называется то что вам будут делать абляция это прижигание лазером и вы выдержите все нормально возьмите с собой там препараты вы же там принимаете что-то такси стал этих здравствуйте помогите мне вылечить печень сказали что она как у сильно пьющего человека есть хороший препарат такой в моей компании называется он бетулин и 2 гепофит вот принимайте и 1 2 еще лр л к л л карнитин вот принимайте 1 2 3 сможет и орнитин еще можно медицинский препарат л орнитин и сможете вылечить они действительно аминокислоты уже доказано аминокислоты с успехом восстанавливают печень главное чтобы печень могла их воспринимать белки такие с наступающим днем рождения успеха во всех сферах вашей доброй жизни спасибо положить руку на сердце я могу сказать что я очень счастливый человек я люблю утром люблю то что я просыпаюсь люблю смотреть на свою спящую жену потом люблю смотреть на своих детей потом люблю чистить зубы потом люблю расчесываться потом люблю гладить собак потом люблю пить кофе потом сидеть в халате потом люблю сидеть за компьютером работать потом люблю где-то встречаться потом люблю общаться с кем-то и я верю что бог меня любит почему я проявляю любовь к этому миру бог меня любит тоже за это и из-за этого проявляешь любовь не эксплуатируешь также я стремлюсь максимально быть полезным для тех людей которые есть рядом со мной у меня есть традиционное такое вот чувство я всегда говорю слова если любишь не используешь если любишь сам даешь возможность использовать себя безвозмездно служишь по-русски это звучит хай бог мило и манели друско и мовы колись мы не видпустить я вам обидцать здорово андрей андреевич у меня были два вопроса но я их так и не задавал чате вы на них ответили спасибо ну что я желаю вам счастья пойду я уже потому что мы и так уже полтора часа большое спасибо за ваши поздравления и большое спасибо за то что вы участвуете вместе мы сила мы школа кайлас знаете хочу завершить сегодняшнюю трансляцию словами как бы не было плохо чтобы с вами не происходило в жизни есть у вас муж или нет хорошего жизни или плохая на съемной квартире или нет всегда помните мы все равно эту жизнь проживем от самого начала и до самого и и конца все равно болеем мы или не болеем страдаем или не страдаем все равно от начала и до конца что бояться жизни будущий что бояться мы не знаем когда мы умрем только бог знает но если он знает то после тогда и боится за нашу жизнь раз мы не знаем когда мы умрем то все в руках божьих поэтому уповаем на бога пусть он нам дает возможности и просим его чтобы пожить еще чуть-чуть хотя бы уповаем и наверно стараемся ну и если у нас нет возможности изменить то что бог нам пишет то есть возможность изменить то что с нами происходит почему есть только два выбора это не можешь изменить получают жизнью удовольствие не можешь получать от жизни удовольствия получаешь болезни почему бога не любишь получайте от жизни удовольствия хотя бы словами когда сердце очерствело когда все в жизни плохо и руки опускаются говорите себе а мне все равно нравится мне нравится что я живу мне нравится что я смотрю не нравится что я вижу вам не нравится что есть небо в какой-то момент перевоспитаете свое сознание и душу и сможете справиться в какой-то момент так бац и придет так блин точно нравится Хоть что-то же нравится, раз живем, значит нравится. Всем желаю жизни, пусть ваша жизнь вам нравится, всем выздоровления, счастья, материального благополучия, и пусть Бог вас любит. До свидания.